Я бы хотел бы дополнить о формировании штаба. Например, возьмем спартанцев. 300 спартанцев, фермопилов. С точки зрения стратегии это бессмысленно. Целлюлия нету, оказывается, потеряем. Но с точки зрения морального начала войны, фермопилы были примеры. Сейчас перебрасывали мистеревский мостик на 1941 год в Брест-Святов. Как говорил, ставил задачу гипер взять генералу Шнитлюгу в Брест-Святов за неделю. 400 спартанцев майора Гавриева в Брест-Святове выполнили ту же задачу, что и выполнил царь Лянец-Сармопилов. С точки зрения, может быть, стратегии, они погибли. Но это тоже было на раннем войне. И на тех образах, которые высажены. Но в то время, в связи с вами, армия был институт воспитания молодежи. А коли это был институт воспитания молодежи, вся система базировалась на ту же уровню. Ну, например, что же удалось сделать большевикам? На первом шагане в Брест-Святове были артекрят. Да, был переписан завет в виде морального входа со строителями коммунизма и шлоформирования физических полях, моральных полях, ментальных полях. Следующая пирамида понимается. Значит, это уже были пионеры. Тоже шлоформирование поведения там самольцы и 19 членов тысячи на вкладке. То есть пирамида была выложена. Но и эти образы были положены барами. Вот я приведу пример. Вот, например, набирают летчики. Ну, направили... А надо прыгать с парашютом. И нечие готовы прыгать с парашютом. Три прыжка с парашютом, чтобы с двух полетов. Сразу проявляют моральный начал. Вот в фильме «Война» и в книге Штаренко там начальник штаба очень четко сказал. Я сейчас понял, чем отличается моральный дух от правственности. Танинцы тоже обладают моральным духом. Он разом взлетал. Пример. Сталинград. Под Сталинград немцы бросают весь свет немецкая авиация. Эскадры УДЭТ АСПИК Мюрдерс Герек АСПИК. Там воюет Хартман. Которому сегодня приписывают 332 битых самолётов. А там он написал «Победа». И всё это взято из писем «Живё Усулина». Взлетает, за автоматом высказали, старший лейтенант Баранов. Четыре против двадцати пяти. Расстреливает ТАССом в кабине самолётов. Трёх. И одного убивает таран. Но об этом случае у нас не говорят. У нас все умиляются как хладно. Следующий пример. Корейская война. Гомандир полковник Беляевский сбивает 23 сейва. Лучше от корейской войны. И в Огане Макрином сбивает с его 16 самолётов. Метро. Но именем Макрином назвали арапорт в Статьяной штатах Америки. Именем Джамарин назвали арапорт в Америке. И в Террия в 13-м году был умер, даже никто не знает в стране. Что лучше раз умер в 2013-м году. Это тоже образ. Значит, здесь есть на чем работать. Нужен поднимать. Ранул. 24 самолётова Семенграда. 83 штурмовки. Это лучший аст. Немецкий аст и солдат. То, что вытворяет этот парень в небе на Семенграде, под голубым, пылым, куполом, невосходом, нам такую и не снилось. А кейтер назначил с длиннальником Эдхофена. Это аст первой мировой войны. Прекрасный командующий. Четвертого душа флота. Мас обрался, кажется, рассказал. Вот то, что он делал, я наплудал. Если бы из вас кто-то в автопорту это сделал, я вам бросил всё и написал на Железный крест. Но вы этого не можете. На этих образцах надо готовить молодёжь. У нас это всё упущено. У нас эти примеры не знают, что ли. Поэтому работа предстоит, конечно, в империи победы, написать серию книг о войне. И факты должны развалить эти вороприционное поле. Именно в области господства в Лосике. Других поступить под Сталинградом. Генерал, ветеринах Бутана. Сделал вей. Танками уничтожил опять 200 самолётов в пути. Это лучше раз. Вообще, ну, появились. И так-то не подавил бы никакой. Ну, там тоже никто ничего не боялся. Я вот, конечно, в автомобиле просто гибеляю. Потому что человек столько сей будет сбил. Это же мощнейшая война по Корее. Что такое Корея? В Европе проблемы. 120 грабов было намечено это поражение. Атомными бомбами. Что делать старые? Значит, чтобы отвести фокус от Европы, нужно участвовать в Корее. И показать, что после войны мы создали ядерную бомбу, совершенно новую операцию реактивы. И что на нас только посмейте. У нас есть самолёт, у нас есть оружие. И ничего у вас не получится. И показали в Корее, что такое Советское Ляксо. Вот эти образы мы должны знать, Корее, если вы не АСМА, как вы играли. На них нужно готовить молодёжь. Это тоже проблема. И именно сейчас задача заключается в том, чтобы в Европе написать книжь, чтобы молодёжь всегда выступать в школу. Вопросы запущенности. В отношении этого образа. Например, в военно-воздушной обедении Гагарина доктор философских новых сублогов написал книгу «Социальный портрет лётчиков НАТО». И он пришёл к выводу, что, ну, вот так вот, смотря в каких условиях, как проявляется. Например, в итальянцам, когда Гарри Барни были одни, а по-социальный грамм совершенно другие. Что у американских лётчиков тоже есть издержки. И нужно на этих издержках готовить и использовать для того, чтобы нашли ручки. Понятных пора не только. Минимум, не только ручки, по-социальному. Я почему бы был бы вяз, я бы не был замечательный, как были в вашем коллеге. Мы эти вопросы исследовали. И как нужно воспитывать? Здесь подготовка. Было принято решение. Ну и что эта подготовка дарьёт утренний комплекс Эфирис Козырят? Бред. Была имена система коротек, кто пушенкает. Вот здесь как раз и всё проявилось. Наготовый должных бойцов. Как писал бойцы? Диагноз. Готовь для драки. Вот списательный знак. Вот это диагноз. Поэтому для этого дела там можно готовить. Ведь в красной армии не было солдат. Там были бойцы. И генерал-мадунаслитер написал после преской крепости. Да, Фридрих был прав. Русскому недостаточно убить, нужно ещё попнуть, чтобы упал. Кто? Сразу видно, что у нас модератор представитель военного обучения. Это все нормально связано. Хорошо, что мы представители танковых войск, потому что на певизе СС-мертной головой танкистов, и так далее. И танковое сражение под конкурсом, но это тоже образно. Я единственное, что мы не согласны, с вами отвечаем. То, что, как мы сказали, мы отводы забывают, и так далее. Да нет. Почему забывают? По сути дела, немцы тоже, так кому знают, а остальных у них не один из нас был. Просто выбирайте наиболее яркие образы, которые подача. А может быть, своевременность совершения какого-то подвига, да? Вот подвига стало совершением многие, а вот на лицах ему стал именно гастерон. Толоритер не первый был, который слышал «Ночной таран», да? Он в истории как-то вот этот «Ночной таран» ассоциировался с сильным толоритером. Здесь же, вот если мы вводим аналогию, 300 спартанцев, да? 400 защитников лесной крепости, можно привести, например, 28 там живутся, да? С политической точки зрения, даже с фактической точки зрения. Там не очень велика, а моральный аспект очень высокий. Поэтому я, например, и согласен, что у нас такое все забудет. Да, но просто, видимо, один и тот же поступок в разных снижениях обстоятельств, он или превозносится, или просто он идет на уровне на чем-то чем-то. Потому что, знаете, когда совершается вот несколько аналогичных поступков, то он как-то просто затирается среди них. Стоит ли насчет персонального, вот, вот, Михаил Александрович, у нас очень интересную тему поднял, насчет персонали, стоит ли именно на персонале стоит образ? Я на этом еще, да, именно на персонале стоит стоит образ. Почему? Потому что, особенно современная молодежь, она усредненное восприятие личности, она, ну, средний человек он проходит. Это вот как выступал, здесь представительный главный редактор, основатист, вот, служебные люди, да, служебные люди. То есть, зашел на человек, который ничего не золотом знает, вот, как там тачить детали, его больше ничего не интересует и всего. Мне кажется, именно выбор яркого персоналия абсолютно не только качественного, но и своевременная подача этого образа, она формулирует вот в наших головах, вот, в той коммунитивной сфере, именно тот эффект, который необходим на данное время. с точки зрения, примерно, кажется, ничего не забудет. Вот, здесь проявили пример, вот, плакат, какой был и какой стал. Если вы помните, после вот парада, очень много публикаций пошло насчет тюрьмяшек и десантлива. Вот такой вырез непонятный. И вот сразу это было на пушку. Никого не интересовало героистику, никого не переслали новые сферы, новые выделения, мы все зацепились. Ну, примерно, опять-таки, подача была организационных определенных кругов, да, мы зацепились на них нюняшках. Там целое обсуждение в интернете, что ли. Но, с другой стороны, вы знаете, что, если в советское время у нас вот этот идеологический подготовка, в этом плане, на мой взгляд, была, ну, выше всяких похвал. Почему? Потому что, ну, народ, и армии едины, я не знаю, где такого лозунга не было, по-моему, везде и сел. Везде и сел. Причем, с подачей такого героинского образа, военнослужащего, защитного количества. Хотя я все прекрасно знаю, что у нас и страдали, где образ солдата, он абсолютно не ассоциировался с областью плаката изображенного. Но, тем не менее, подача была. Я думаю, сейчас вот, что вот эта подача восстанавливается. Сознанно главным грандейского управления, назначен начальник в статусе замминистра. Вот. Очень активно идет восстановление, вот, первое, в траченных моментах, но на качественном другом уровне. И я вот должен сказать, что восприятие уже абсолютно немножко по другому приходит. Тот же, вот, знаменитый сирийский поезд. То, что вот подача недостаточная, вот, с точки зрения даже оформления сайта, да, согласен? Например, сирийский поезд. Вот кто слышал про него в широких массах, да? Это, если тогда вот поисковики не наберешь сирийский поезд, вот он туда выдаст информацию. А вот такой вот пропаганды, такой подачи, что в пропаганде, вот, ту вот технику вооружения, которая по всей стране проехала, вызвала абсолютно ажиотажный интерес у всех, безусловно, в своем населении. Даже в ходе того, что там совершенно, ну, потрясающее количество тех, кто контракт, заключал контракт, там же на месте было. Но вот подача, на мой взгляд, на мой взгляд, для широких масс была, ну, наверное, как-то затушевана. Не слишком вот так вот ажиотажный, не слишком акцентированный. Может, даже, кто-то действительно агрессивный. Мне кажется, это надо было делать. Хотя, на мой взгляд, даже в современном условии, вот я говорю, у нас в Махевике, мне кажется, вот этот процесс набирает, тоже, влент, где же вы любите, да? Ведь совершенно, в общем-то, такая интересная подача, потрясающая, и даже сейчас, вот видишь, на машине автоматике, верьте вы, верьте вы, верьте вы, он же стал нарицательным, это только, это тоже ведь не просто так, это тоже подача. С точки зрения, вот еще раз говорю, с точки зрения может быть, агрессивности, да, может быть, я скажу, ну, тут, по-первых, все зависит, отрясывается. Я считаю, что вот сейчас была подача, ну, практически по всем центральным каналам, события в Сирии, запуски калибров, да, как учили, как уничтожение там боевиков осуществлялось, там, вы понашли, кто-то подачу сделал, я считаю, это нормально. Другое, что да, современная молодежь зациклена на социальных сетях, и поэтому просто вот в интернете, а тем более просто по центральным каналам показать, я просто, ну, например, я не могу свою дочку считать молодым человеком, ну как, для меня там молодая, 35 лет, кандидат социологических наук, казалось бы, там, доцент капель общественных наук, военная калибрика, казалось бы, ну, она должна жить вот, каналами телевизионными, для того, чтобы информацию выносить, и так далее. Вы знаете, ничего подобного, все в интернете, и я спрашиваю, а почему, ну, ты знаешь, что в интернете существует активно-принятые точки зрения, я могу посмотреть, вот, как это подача, вот, как это подача, а потом сравнивать, я говорю, я уверен, что это подача, вот, правильно раскрылась подача, не уверена, но я должен стать альтернативной точки зрения, вы понимаете, вот, а я вам приведу просто пример, потому что с точки зрения подачи информации, и вот с точки зрения возможностей о подаче информации, это тоже важный успех. Мне пришлось, по регидулю ДКВ, в ОВСЕ, специально на торговой миссии, ввести некоторое время руководителя нашего представительства лужуных сил, в Украине, в Рамках, в совместном центре, которые, там, для нас, и в разрешение у меня, или в эту сторону, и так далее. База этого центра проходит на территории Покорпольного Сулу, в городе Сальза. Российский контент, напрочь отключен в интернет, только украинский. Значит, никаких статей в плане, значит, российского видения нет, только украинского видения. Показатель у нас на интернет, Яндекс Центр, да, читаешь, одна статья – наш взгляд, одна статья – взгляд их. Причем и дальше – Россия-агрессор, опухоль, и так далее, и так далее. Мы сейчас нам не попали на события в Руси. Ну, там такого нет, там исключительно российский взгляд. Включаешь канал? Значит, идет канал, ну, патриотического содержания, про АТО и про вооруженную силу Украины, и так далее. Я вот посмотрел, просто ради интереса он застал, там догадал-то всего несколько, вот он крутится, крутится, пудется. К концу дня я начинаю понимать, что у меня начинают возникать вопросы. А может, действительно это так? Вот так выдача информации? Если бы я не реально не знал картину, потому что я и туда ездил. Вот, и от Мариуполя до Луганска, вот, вся линия – это важная ответственность была. Но подача информации так осуществляется, что люди, которые не имеют возможности проектировать источник, обречаются, абсолютно заберевают, просто заберевают. Причем я не говорю про молодежь, я говорю о людях большого возраста, моего возраста, потому что там, там, ну, коллеги не могу его назвать, что стоит в Украинском, в Украине, ученик генерал-майора, он был старший инженера, дивизии, вот. В дивизии начальника штаба был, как вот, первый-то президент Дунгай, Тудаев, да, начальник штаба, понимаете, он у него был. Старший инженер дивизии, то есть человек абсолютно, ну, нормального взгляда, советский взгляд, и вдруг раз, вот, все. И он абсолютно не воспринимает все наши дискуссии, филинги и так далее, понимаете? А приезжаешь на сторону в Донецке смотрящей линии, да, там выдача совершенно другая, там выдача правдивая, достоверная, и вот направлено на то, чтобы показать народу действительно, как все происходит. Но мощности мало, ресурсов мало, они просто не успевают реагировать на пить несколько каналов, которые у нас создадут украину, агрессивную полипу. То есть, здесь возможно тоже больше. Другое дело, да, филинги на точку, противника всегда нужно знать, что происходит, вот, это быстрее, скажем так, линию обороны. Но, тем не менее, мне кажется, что вот сейчас эта работа прошла, я говорю, на примере освещения в Сирии, я считаю, абсолютно нормальное восприятие. Если бы все это еще и дело более широкого представлено в социальных сетях, я думаю, это было просто. Конечно, хотелось бы, чтобы все вот эти, а вы вообще с главным политическим управлением как-то стыкнулись там. В процессе периодически. В процессе периодически. Вот просто, чтобы не подать именно с точки зрения и оформления, я не знаю, сайтов там, и вот тоже статистики. Даже посмотришь, у американцев там все вот эти индексы социальных сетей есть. У нас на сайте, ну, естественно, 2-8. Если ты тогда зайдешь, если там есть, там, не знаю, ну, как-то там. Ну, вряд ли. Поэтому, я считаю, абсолютно интересное выступление, абсолютно с точки зрения того, что в современной обороне это направление, на мой взгляд, является, если не самым главным, то одним из самых главных. Потому что формирование, как я уже говорил, линии обороны только на план нашем государстве, но и обороны, в современных условиях, она будет проходить через головы всех нас. Понимаете? И как у вас применит линии обороны, так она будет реализована. Поэтому здесь, да, абсолютно вот интересный момент. Я думаю, что в протоколе, наверное, надо вот как-то это упомянуть, чтобы потом вот рекомендации этого плана дать. Спасибо. Я вот еще один хотел сделать. Замечательно, что с вами в студенопроведении, вы сказали, что когнитивное оружие. Ну, вот тенденция, в изменении оружия... У каждого предыдущего оружия являются спусковым крючком для разработки нового оружия. У, например. Для того, чтобы ядерное оружие сработало, нужно заплатить, где это будет другое, да? Чтобы термоядин отработал, он разобрался. Ядерное грозу. А вот следующее оружие, оно не когнитивное, а консинитальное оружие. Цепная реакция идет по коронам, ну а более это ведет то воздействие идет не на информацию она не носить потому что сообщение на каждое сообщение предполагают пройдя через полчаса медицизации у каждого своя информация у меня есть такой вот и разный вот и разный тест вот вы хотите проверить себя целиком они докладываете запрещено только момент у нас как и обе матрики я чувствую хорошо вот эти сообщение одно а вот информация информация это чисто субъективная вещь это результат актера социализации так вот как раз воздействие в консидентальном оружии идет вот на этот актер и здесь надо конечно проводить серьезную исследование в области метафизических веков